всем привет всем привет сегодня мы с вами продолжаем работать над open eye музеем и делаем две основные штуки первое это рандомизация промпта то есть chat gpt будет сам предлагать варианты на основе которых далее будет генерировать изображение музея и вторая основная штука на которой мы с вами сконцентрируемся это перевод всего интерфейса на model view model паттерн и делать мы с вами все это будем все плюс плюс на канале было не так давно видео про mvm рекомендую посмотреть кто не видел там мы все с вами настраиваем на блюпринтах и посмотрим с вами сколько кода в результате данного рефакторинга удалиться большая просьба подписываться на телеграм-канал ненавязчиво выкладываю там различные новости компьютерной графики искусственного интеллекта у кого имеется возможность поддержать на boost или патре он буду крайне признателен и по традиции баннер с патронами верхнего уровня всем огромное спасибо а мы с вами начинаем желаю всем приятного просмотра и так в предыдущем уроке мы с вами занимались интерфейсом виджетами у нас имеется главный виджет контейнер в котором содержатся два экрана один это стартовый экран welcome виджет а второй загрузочный экран поскольку картинки генерятся некоторое время prompt на загрузочном экране также отображается главный виджете у нас input поле ошибка если что-то пошло не так и кнопочка create которая запускает генерацию по введенному пользователям промпту давайте запустимся можно немного аспект окна подправить вводим как он забавный prompt pacman против соника и создаем музей у нас пока с вами картинки генерируют далее 2 поэтому они не прям супер далее 3 добавим следующем видео там на самом деле не так все просто поскольку далее 3 генерирует за раз только одну картинку нужно писать дополнительный код то есть это не просто модель поменять и это собственно все и начнем мы с вами текущий урок с перевода проекта от анрил 5 4 и заодно обновимся в модуль плагина поскольку я его периодически обновляю сделаем что все будет up-to-date все ссылочки как обычно будут под видео если кто недавно к сообществу подключился то видео по плагину достаточно на канале имеется отдельный плейлист и кстати скачал достаточно много людей плагин с marketplace а понятное дело что он бесплатный но тем не менее итак давайте вначале версию on real поменяем напоминаю что у нас также подключен девопс репозиторий который мы с вами создали в курсе по автоматизации и в девопс дэйта имеется конфиг где указаны различные локальные пути необходимо поменять путь до движка 54 и теперь давайте перегенерируем файл проекта вызываем бат файл перезагружаем solution и проверяем что версия поменялась джейсон файле you project а 54 и сразу давайте обновим саб модуль плагина у нас также имеет специальный бат файл под это update submodules submodule плагина обновиться до последнего коммита и давайте проверим что саб модуль обновился можно посмотреть div файла саб модуля перешли мы на коммит с хэшем 5 f 4 7 и сообщению коммита fix url override и если открыть репозиторий с плагином то это самый верхний коммит все корректно также давайте на всех случаях еще раз перегенерируем файл проект поскольку я не помню добавлялись ли какие-то новые файлы в репозиторий с плагином или нет большая вероятность что да перезагружаю solution и давайте попробуем сделать билд нашего проекта о кстати вижу студии какая-то интеграция с гитхаб экшенами у нас имеется один workflow по проверке кланк формата интересно ческорее не разбирался так запускаем билд о и на удивление все у нас с вами собралось без ошибок запустим под дебаггером editor запускаю игру ввожу какой-нибудь prompt апдейт на 5 4 у нас с вами прошел без проблем давайте закоммитим наши изменения поскольку это одно атомарное действие то есть мы обновили плагин и также версию движка запускаем идитор у нас кстати имеется ворнинг билд сеттингов можем также это подправить в таргет файлах необходимо поменять версию сейчас сделаем когда едет разокроем давайте переходить к мввм паттерну создадим view моду в директорию ай си плюс плюс классах но перед этим нам необходимо включить мввм плагин вводим в поиски view моду включаем плагин и им же view моду и необходимо рестартануться пока не забыли в таргетах давайте билд вершин поменяем можно либо пятую версию поставить либо последнюю лейтас изменяю как в таргете игры так и в таргете идитора итак наконец создаем view моду выбираем все классы и вводим view моду класс называется ацки mvvm view моду лбейс наследуемся от данного класса и давайте упростим имя воспользуемся нашим префиксом и ай музей view моду создаем класс идитор можно убивать перезагружаем студию и наша view модель создалась и начнем мы с вами с property prompt а который мы вводим в input поле то есть при изменении input поле мы будем обновлять property prompt а во view модели у property имеются дополнительные параметры давайте скопируем примерчик из документации данную ссылку предыдущему видео по view модели я оставлял и так у property имеются несколько дополнительных параметров это field notify setter и getter давайте скопируем сниппет область видимости будет про так тот переменная у нас будет иметь тип f-текст поскольку строка в input поле хранится формате f-текст чтобы никаких конвертации не делать и назовем property prompt и вначале давайте создадим объект view моду создадим ее в нашем основном управляющем классе музей контроллеры делаем форвард декларейшн view модула это обычный объект поэтому член класса обернем т-обжект пойнтером и назовем его музей view моду так я шаблоном ошибся не т из т-обжект пойнтер а просто т-обжект пойнтер и создадим инстанс объекта функции big in play где у нас происходит основной сетап всего мы с вами собираем все картины и инициализируем плагин получаем указатель на exit портал и также инициализируем главный виджет и можно где-нибудь под его инициализации создать новый объект view модула используем шаблонную функцию new object и в качестве параметра передаем наш класс также необходимо подключить заголовочный файл добавим чек добавим чек попробуем сбилдить наш проект и у нас ошибки код генерации видим что в консоли сообщения что у property prompt отсутствуют функции get prompt и set prompt то есть setter и getter кто смотрел недавно видео на канале по при процессору знают как такие код генерации делать с помощью при процессорной конкантенации итак нам нужно добавить публичный setter и getter для нашего property prompt и у функции должны быть соответствующими на set prompt и get prompt и генерируем определение функций и переходим cpp файл функция get prompt элементарно она просто возвращает наш property prompt функция prompt немного сложнее нам необходимо выставить значение наше property с помощью специального макроса в документации можно найти сниппет у и mvvm set property value и у данного макроса два параметра старое значение property и новое значение property и данный макрос вернет true если значение поменялось это понадобится нам чуть попозже пока что копируем без оператора if давайте имя параметра поменяем на new prompt итак первый параметр старое значение prompt а второй новое которое пришло как параметр new prompt все мы с вами добавили set get функцию давайте попробуем запустить editor итак у нас имеется базовый класс теперь нам необходимо создать view модели в блюпринтах самый главный main виджет у нас является контейнером для двух других виджетов welcome и у один и в нем мы ничего не будем делать создадим view model отдельно welcome виджете его один виджете нам понадобится две дополнительные панели view models и view bindings они у меня уже закреплены чтобы их открыть необходимо перейти в window view bindings view models итак давайте создадим блюпринтовую view модель нажимаем на кнопку с плюсом и выбираем наш базовый класс aim view model тут уже находится наш property prompt итак если мы с вами зайдем в сеттинге нажимаем на колесико справа view settings так стоп не те сеттинги выбираем просто view model и напоминаю что view model можно создать вместе с блюпринтом для этого в creation type необходимо выбрать create instance но мы с вами этого делать не будем и оставим creation type manual то есть создание вручную поскольку данную view модуль мы уже создали в museum контроллере и мы просто передадим блюпринты уже существующий указатель теперь сразу можем сделать биндинг мы с вами вводим текст в input поле и в окне view bindings если input поле выбрано можно нажать на кнопочку add widget prompt text далее необходимо указать интересующие нас property данного виджета нас интересует property text и биндим мы с view model с property prompt следующая важная настройка это стрелочка между property который отвечает за то каким образом происходит биндинг то есть в какую сторону идет синхронизация мы пока что с вами выберем направление в одну сторону из виджета в модель чуть попозже нам потребуется другая связь в две стороны но давайте пока оставим слева направо теперь необходимо данную view model прокинуть блюпринт давайте это сделаем итак в музей контроллере у нас с вами имеется указатель только на main виджет загрузочные и welcome виджеты никак не торчат поэтому модель будем передавать в main виджет создадим какую-либо функцию set view model я когда записывал назвал set model это не совсем корректно необходимо обновить создаем объявление функции в заголовочном файле main виджета и создаем тело функции по классике добавляем forward declaration в заголовочном файле main виджета и также подключаем include в главном виджете нам view модул не нужно поэтому необходимо ее прокинуть дальше welcome виджет и логин виджет напоминаю что у нас имеется с вами тимэп в которой хранятся указатели логин виджет и welcome виджет но они не наследуются ни от какого базового нашего класса поэтому функцию set model придется добавить оба виджета можете создать какой-нибудь базовый класс музей виджет и тогда только базовый класс придется добавить метод set view model но я сейчас так делать не буду итак пробраться как в loading виджет так и в welcome виджет имена функции также необходимо поменять то есть это set view model ну и в общем все то же самое пока что делаем просто добавляем такую же функцию set view model в один класс и в другой так все точки входа для передач view model как welcome виджет так и в логин виджет имеются созданы и мы с вами создадим отдельный делегат который будет оповещать блюпринтовый виджет что view model установлено на что у нас имеется отдельный заголовочный файл с различными типами и давайте задекларируем новый блюпринтовый делегат с одним параметром в качестве параметра выступает указатель на объект наши view model итак новый делегат создан давайте им воспользуемся копируем имя делегата и переходим в welcome виджет код добавим новое property в секцию protected напоминаю что спецификатор для подписки на делегат называется blueprint assignable назовем property on view model updated и имя делегата давайте поменяем его я также назвал он модула updated необходимо назвать он view model updated в декларации также необходимо поменять итак как только мы с вами установили апдейт мы сразу дергаем делегат то есть вызываем его метод broadcast и передаем переданную view model давайте сразу запустимся проверим так у нас ошибка компиляции а я забыл точку с битой запускаемся еще раз и давайте установим view model в блюпринте при вызове нашего делегата переходим на граф виджета и на событие он initialized подпишемся на наш делегат вводим в поиски view model updated и так нам пришел указатель на объект нашей модели и мы можем блюпринтовый указатель установить на переданную модель вызываем сет функцию блюпринтовый view model и соединяем пины все теперь при изменении input поля в welcome виджете во view model должно изменяться property prompt даже несмотря на это у нас все равно с вами пока что работает все с использованием другого механизма то есть когда мы изменяем input поля при нажатии на кнопочку create у нас отправляется отдельное событие у которого один строковый параметр который мы забираем с input поля да далее 2 конечно так все картинки генерит только под определенные запросы что-то стоящее получается давайте поменяем нашу схему откуда мы берем значение промпта итак в welcome виджете при нажатии на кнопку create button мы с вами вызываем делегат prompt confirmed и в сообщении отправляем текст который забираем с input prompt текст далее в main виджете мы подписаны с вами на данный делегат welcome виджета переходим на загрузочный экран выставляем prompt в один виджет и также триггерим еще один делегат start experience на который мы уже подписаны в музей контроллере и при вызове данного делегата мы собственно и запускаем запрос на генерацию картинок с помощью метода request images и уже здесь с помощью плагина отправляем запрос на сервер open.ai но мы теперь с вами давайте вместо того чтобы prompt забирать из параметра делегата заберем его напрямую из viewmodel с помощью нашей функции getPrompt проперть единственный ftext поэтому необходимо с помощью метода ftext конвертнуть его в string метод называется toString и теперь нам параметр prompt не нужен то есть мы от него можем избавиться давайте везде почистим поскольку мы prompt с вами будем забирать напрямую из viewmodel необходимо обновить сигнатуры всех функций в main виджете также удаляем параметр prompt более того функция setPrompt у low1 виджета нам также будет не нужна поскольку данный prompt мы будем напрямую забирать из viewmodel сделаем это чуть попозже пока что везде данный параметр удаляем сигнатуру делегата также необходимо обновить у нас теперь просто будет declare delegate без параметров и также необходимо почистить сам welcome виджет ничего мы в делегат передавать не будем так что мы видим механизм синхронизации виджета и viewmodel происходит за счет биндинга давайте сбилдимся все ок запускаемся и давайте проверим что мы ничего не сломали пусть генерируется танцующая лошадь loading screen у нас неправильный у нас здесь текстовая заглушка поскольку мы уже удалили из класса loading виджет функцию setPrompt это нормально мы в процессе обновления но как мы видим промпт который мы в музей контроллере отправили плагину корректный поскольку сгенерировались лошади не совсем они конечно танцующие но это уже все вопросы к далее 2 и так уже частично наше viewmodel работает супер давайте также в viewmodel прокинем в loading виджет по суть необходимо добавить такой же делегат а метод setPrompt который мы с вами удалили из main виджета можно вовсе удалить необходимо добавить делегат в заголовочный файл у 1 виджета декларацию setPrompt удаляем делегат добавляем так в ладен виджете походу не подключен заголовочный файл с типами так и есть исправляем это и переходим в эдитор и так и так теперь работаем с ладен виджетом аналогично на графе необходимо подписаться на делегат при событии он не шаласть но сначала необходимо инициализировать viewmodel добавляем через интерфейс также проверяем в сеттингах что creation type manual и сразу настроим биндинг то есть в наш текст property текст необходимо выставить property viewmodel prompt здесь у нас направление другое то есть мы значение забираем из viewmodel и выставляем указатель на наш объект то есть в блюпринте по сути при добавлении в viewmodel создается boilerplate code сеттеры геттеры а указатель на viewmodel если не указать creation type instance 0 вот мы его с вами и проставляем давайте проверим работает ли теперь загрузочный виджет все работает двигаемся дальше напоминаю что мы выставляли property disabled у кнопки create в true если input поле пустое это абсолютно логичное поведение интерфейса данную логику мы также с вами можем провернуть через viewmodel это можно сделать с помощью специальной функции во view модели давайте ее создадим переходим в нашу viewmodel и добавляем новую функцию функция будет viewfunction поскольку мы ее будем вызывать в блюпринтах необходимо добавить спецификатор blueprint pure то есть без входного пина и также спецификатор field notify функция будет возвращать логическое условие назовем ее isPromptEmpty генерируем тело функции и не сложно догадаться что она будет возвращать у класса ftext имеется метод isEmpty который возвращает true если строка ftext пустая именно это значение мы и будем возвращать но чтобы данная функция вызвалась автоматически при изменении property prompt нам необходим еще один макрос broadcast field value changed давайте его добавим в нашу viewmodel и также добавим if то есть будем вызывать функцию когда значение промпта изменилось добавляем if и передаем в макрос нашу функцию isPromptEmpty и давайте вспомним как мы дизейблили кнопку до данной логики переходим в welcome widget мы с вами подписывались на события input поля on text changed и в callback проставляли кнопки enabled в зависимости от того пусто текстовое поле или нет и теперь мы можем от данного кода избавиться поскольку теперь все у нас будет работать через биндинг viewmodel удаляем везде on text changed и также из заголовочного файла запускаемся нажимаем play пока что бинт не сделали и теперь кнопка у нас всегда enabled переходим в welcome widget добавляем в биндинге кнопку выбираем property isEnabled и нам нужно сделать отрицание от значения которое возвращает наша функция поскольку наша функция возвращает true когда поле пустое кнопка при данном значении должна быть disabled мы можем добавить функцию конвертации вводим в поиски node и выбираем node boolean и уже здесь финально биндим property выбираем нашу функцию из prompt empty все должно работать, давайте проверять запускаемся да, кнопка в состоянии disabled когда поле пустое отлично и осталось разобраться с видимостью ошибки если имеется какая-то ошибка в запросе к openEye то у нас вводится с вами текстовое поле с ошибкой самый простой вариант, как это можно проверить это убрать файлик авторизации где находятся openEye ключи давайте временно его скину в какую-нибудь другую директорию можно не перекомпилироваться загрузка идет на begin play ввожу какой-нибудь prompt и у нас вводится ошибка авторизации при отправке запроса и автоматически по таймеру через 5 секунд она пропадает данную логику мы также можем обновить через viewModel установка ошибки происходит в функции welcome-виджета setError и давайте создадим дополнительное property в нашей viewModel тип property также будет ftext и назовем его errorMessage и по аналогии нам необходимо добавить setError и getError создаю тело каждой функции и дополнительно добавим еще одну функцию которая будет отвечать за видимость ошибки isErrorVisible также создаю тело данной функции getError элементарный просто возвращаем значение property для setера скопируем портянку из макросов из функции setPrompt обновляем errorMessage параметр функции также поменяем на newErrorMessage и при изменении значения необходимо вызвать функцию isErrorVisible мы с вами это только что проделывали и метод isErrorVisible возвращает true если в текстовом поле имеется какая-то информация то есть ErrorMessage не isEmpty и в загулочном файле можем обновить название параметра ErrorMessage теперь давайте посмотрим где мы будем обновлять ErrorMessage все правильно в контроллере музея у нас имеется callback на ошибку onRequestError и в предыдущем уроке мы просто прокидывали ошибку в main widget теперь же мы можем напрямую работать в suModel вызываем функцию setErrorMessage и передаем строку с ошибкой outputMessage необходимо только конвертнуть ее в f-текст а вызов метода mainWidget можно удалить и дальше мы с вами устанавливаем таймер на 3 секунды при срабатывании которого также вызывается метод setError заменяем его на setErrorMessage то есть сбрасываем ошибку в пустую строку и теперь можем удалить все методы setError основной входной в main widget удаляем удаляем также в загулочном файле и непосредственно в welcome widget setError и полностью удаляем весь метод visibility у нас также в нем проставлялась и можно обратить внимание на то, что текстовое поле с ошибкой в C++ нам больше не нужно поэтому плюсовое property, которое мы связываем с Blueprint, можем удалить и также только оно имеет тип U textBlock поэтому можем удалить как forwardDeclaration так и C++ подключение include с текстовым блоком код у нас чистится логики становятся меньше просто прекрасно давайте запустимся и давайте настроим биндинги для нашего текстового поля ошибки добавляем первое property, которое с биндингом будет текст подставляем из нашей ViewModule ErrorMessage нажимаем рядышком на плюсик и второе property это Visibility Visibility это Enum поэтому нам нужно применить функцию конвертации она имеется в стандартных даже уже предлагается нам ToVisibility от boolean boolean биндим на функцию isErrorVisible и если она возвращает true то ошибка visible если false то collapsed давайте тестировать запускаемся ввожу какой-то промпт ошибка отобразилась и через пять секунд пропадет все работает на этом с рефакторингом через Model ViewModule мы закончили давайте теперь перейдем к новому функционалу добавим в интерфейс дополнительную кнопку которая будет запрашивать у чат gpt какие-нибудь забавные идеи для генерации изображений можно скопировать наш сайсбокс кнопкой и текстом вставляем его в вертикл бокс назовем новую кнопку randomize button текст изменим напишем randomize prompt и размер давайте уменьшим у сайсбокса примерно чтобы было по ширине как наше input поле и по высоте можно немного уменьшить также выравнивание давайте сделаем от верхнего края и поставим padding сверху где-нибудь 40 или 20 и последняя визуальная правочка сделаем ее синенькой посмотрим как это выглядит вполне себе ок по высоте можно чуть побольше сделать и возвращаемся к коду добавим новый делегат с помощью которого будем запрашивать новый prompt добавим делегат welcome виджет рядом с делегатом подтверждения промпта добавляем метод для подписки и давайте создадим нашу плюсовую кнопочку назвали мы ее с вами randomize button также нужна функция callback для нажатия на данную кнопку создаю тело данной функции при инициализации свяжем делегат он клик с callback так intelligence что-то имя не нравится походу я в заголовочном файле ошибся давайте проверим да я 2d написал randomize button и собственно при нажатии на кнопку мы с вами вызываем делегат welcome виджете на этом все перебираемся в main виджет и по аналогии с prompt confirmed необходимо подписаться на наш новый делегат то есть мы пробрасываем события чуть выше можно конечно геттеры сделать в main виджете для welcome и low 1 виджета и в контроллере музей напрямую биндится на соответствующие события но мне такой подход не очень нравится можно конечно реализовать event bubbling но это тема не данного урока добавляю добавляю callback функцию для нового делегата добавляю декларацию callback и таким же образом добавляю делегат и геттер к нему и при возникновении события мы его прокидываем дальше и финально в контроллере музея подписываемся на события он рэндом реквестит добавляю callback добавляю декларацию можно кстати уточнить его имя пусть будет он prompt randomize обновляю cpp файл все . вход готово в данную точку программы мы пойдем когда нажали на кнопку randomize нам необходимо отправить запрос чату gpt основная структура которая отвечает за нужный нам запрос называется чат completion нам необходимо заполнить и отправить request создаем объект структуры чат completion здесь много разных полей все они соответствуют api open.ai практически каламбур все сообщения передаются в массиве messages то есть по сути когда мы общаемся чатом gpt передается вся история то есть чат gpt stateless без состояния и второе самое важное поле в данной структуре это имя модели с помощью которой мы хотим сгенерировать токены то есть слова сообщения моделей много это gpt 3.5 gpt 4 последнее новое на сегодняшний момент gpt 4o данное поле текстовое имеется специальная вспомогательная функция в плагине которая умеет конвертировать специальный нам в котором хранятся все модели в стринг точнее даже имеется две функции по всем моделям и по главным моделям и нам и также отличаются main model и нам выбираю gpt 4o следующее поле которое мы выставим это максимальное количество токенов max tokens мы будем мало слов генерить запросим 2 3 поэтому можно указать какое небольшое число 10 или 100 следующее важное поле это stream это булево поле которое отвечает за то будет ли сообщение токены выдаваться чанками то есть нужен ли нам эффект печатания нам данный эффект не нужен поэтому установим stream false и собственно поле с сообщениями messages давайте создадим вспомогательное property которое назовем chat messages в котором будем сохранять все варианты за сессию для того чтобы они не повторялись итак месседжи это массив структур fmessage сейчас на нее также посмотрим и добавляем в наш музей контроллер новый член класса chat history и как несложно догадаться пока что chat history пустой массив но это ненадолго итак структуру создали и теперь с использованием нашего провайдера мы можем отправить запрос чату gpt метод который отправляет запрос chat completion называется create chat completion и в качестве параметра он принимает объект структуры f chat completion имеется также и второй параметр как у всех других запросов это структура с авторизацией авторизацию мы с вами загружаем из файла и при старте нашего музея в chat history необходимо добавить первую инструкцию то есть добавить один объект fmessage переходим на begin play где у нас с вами идет инициализация провайдера можно добавить в комментарии что здесь блок кода по инициализации openAI и давайте создадим объект fmessage переходим в структурку первое поле стринговая это роль то есть по сути кто у нас говорит пользователь или чат gpt и второе поле которое нам потребуется это контент собственно само сообщение имеются еще специальные поля если вы вызываете функции об этом кстати имеется отдельное видео на канале данные поля нам сегодня не потребуется у нас все попроще итак в первом сообщении мы с вами напишем инструкцию что мы хотим от чат gpt я сейчас из буфера ее скопирую поскольку пришлось немного поэкспериментировать чтобы достичь желаемого результата пришлось пройти несколько курсов по prompt инжинирингу шучу итак я хочу сгенерировать 2-3 слова которые будут описывать изображение я уже кстати написал для далее 3 но ничего страшного уточняю что мне не нужен в выводе никакой дополнительный текст никакие кавычки, никакие листы просто 2-3 слова и только один вариант все вы наверное понимаете откуда эти уточнения поскольку он прислал все в кавычках прислал целые списки 2-3 варианта через запятую а мне нужен только один чтобы я сразу его подставил в наш промт поэтому произошел такой промт инжиниринг и второе поле структуры которое нам необходимо заполнить это роль первое сообщение это наше то есть у нас с вами роль юзер также в функциональной библиотеке плагина имеется специальная функция которая преобразует инамчик в стринг openAI role to string и нам называется и ролл элементы нам и юзер это все сахар для удобства можете на самом деле писать и строку юзер все сообщение создали необходимо добавить его в наш массив чат history далее нам нужно подписаться на делегат поскольку у каждого запроса имеется свой делегат мы уже с вами подписывались на создание изображения делегат который нам нужен он называется он крейт чат комплишен комплитет и давайте для разнообразия с биндим коллбек не через функцию эту обжект а через от лямбда то есть у логика коллбека прямо здесь напишем итак добавляем заглушку для лямбды то есть три вида скобочек давайте посмотрим на сигнатуру делегата у него один параметр чат комплишен респонс сигнатура коллбека в данном случае нашей лямбды должна совпадать с сигнатурой делегата сделаю время на отбивку чтобы мы сконцентрировались на данном куске кода итак вставляю параметр нашей лямбды добавляю имя параметра пусть будет респонс и что за структура такая чат комплишен респонс нам нужно лишь одно поле это массив чат-чойсов то есть может приходить на самом деле массив ответов но у нас скорее всего массив будет из одного элемента который имеет тип чат-чойс и уже непосредственно в чат-чойсе имеется поле месседж с контентом сообщения который присылал чат gpt давайте соберем финальное сообщение для этого нам потребуется переменная f-string назовем ее output message по массиву f-choice мы с вами можем пройтись с помощью цикла for но здесь также давайте сделаем похитрее и воспользуемся алгоритмом for each который по сути инкапсулирует в себя цикл for так только его необходимо подключить добавляем include algor for each это анриловская имплементация имеется похожая функция стандартной библиотеки for each первый параметр это массив по которому итерируем массив of choice это поле choices а второй параметр это функтор который выполняет какие-либо действия над каждым элементом массива передаем туда также лямбду параметр у лямбды это тип элемента массива chat choice и будем обновлять в лямбде нашу финальную строку output message необходимо только сделать ее захват указываем амперсант и добавляем строку чайс месседж и сообщение находится в поле контент и после того как мы с вами получили финальную строку не сложно догадаться что мы сможем ее с вами проставить напрямую во view model то есть теперь мы с вами из нашего модельного кода обновляем view model и в результате биндинга данное значение должно отобразиться в интерфейсе копирую museum view model и также необходимо добавить захват в первую лямбду и после того как мы с вами собрали строку мы ее проставляем во view model с помощью нашего метода set prompt не забываем конвертнуть ее в f-текст и так нам пришел какой-то забавный текст мы обновили view model и более того мы с вами должны обновить нашу чат history добавляем генерацию в наш массив месседж контент присваиваем output месседж записываем роль роль у нас здесь уже другая это не мы с вами написали сообщение а чат gpt поэтому меняем роль на ассистент итак месседж составили добавляем в чат history давайте еще раз по потоку исполнения нашего кода пробежимся итак мы с вами создаем первую инструкцию пользователь нажал на кнопку мы ее и отправили то есть в чат history находится только одно сообщение пришел ответ мы с вами обновили view model и в чат history записали ответ чат gpt и дополнительно мы можем добавить одну автоматическую хитрую вещь после того как записали ответ чат gpt давайте добавим в историю еще одно сообщение я его также вставлю из буфера обмена инструкция следующая сгенерирую другую идею все слова отличаются не повторяй историю то есть каждый раз он будет принимать это к сведению историю мы всю отсылаем слова повторять нельзя теперь мы добавляем роль юзера это уже наше сообщение и добавляем его в чат ну что давайте проверим все ли правильно написали файл файл авторизации кстати я в фоне вернул поэтому ошибки сейчас не будут запускаем игру и смотрим консоль у плагина имеется лог выводится структура которую прислал чат gpt то есть чат completion response и можно видеть что в массиве choices одно сообщение от ассистента с текстом toaster unicorn explosion но в input поле ничего не подставилось я надеюсь все догадываются почему потому что мы с вами в самом начале поставили однонаправленную связь то есть обновляется только view model при изменении input поля изменяем связь на двунаправленную компилируемся запускаем игру еще раз открываем лог отправляем запрос и теперь input поле обновляется и обратите внимание что генерация абсолютно идентичная с этим сейчас разберемся и если мы нажимаем create то теперь изображение создается на основе подсказки от самого чата gpt то есть мы просто нажимаем кнопки в интерфейсе если еще раз перезапуститься отправить то промп пришел абсолютно такой же более того даже последующие генерации будут одинаковые пингвин банана ковбой давайте это проверим и кстати еще обращаю внимание что когда мы нажали на кнопку идет генерация то лучше кнопку рандома дизейблить нам preloader здесь не нужен поскольку запрос достаточно быстрый но дизейбл можем поставить чтобы пользователь сначала давайте разберемся почему генерации одинаковые структуре чат completion имеется специальное поле которое называется сид кто с рандомом работал в c++ знают что при одинаковом сиде последовательность псевдо случайных чисел у рандомного генератора будет одинаковая здесь абсолютно такая же история у запроса имеется параметр сид и если сид одинаковый то вероятность что генерация будет одинаковая очень высоко сервизуя все структуры автоматически и этот параметр всегда передается хотя он может быть ну то есть если ручками создавать джейсон запроса и не указать сид то он учитываться не будет но ручками хардкодить каждое поле потом сравнивать были изменения в API или нет это очень неудобно в анреле имеется специальный шаблон то optional но автоматическую сервизацию с ним сделать нельзя хотя это было бы идеально в целом на самом деле можно видоизменить код движка чтобы это работало но сами понимаете нужно время если кто знает как по-другому это может сделать напишите я у всех опциональных полей пометил эту информацию в категории таким образом всегда отправляется сид 0 и у нас получаются одинаковые генерации чтобы это исправить мы можем просто сид срандомизировать воспользуемся структурой fmass и функции rent range пусть будет сид от 0 до 10 это правка номер 1 и давайте во viewmodel добавим еще одно property которое будет отвечать за то находится ли наш запрос prompt в процессе создадим булевое property rent in progress добавляем setter и getter создаем тело каждой функции get у нас возвращает property а set устанавливает с помощью известного нам макроса все теперь мы можем управлять данным property во viewmodel и когда мы с вами отправляем запрос выставляем данное property в true а когда пришел ответ выставляем данное property false то же самое необходимо добавить в обработчик ошибки я забыл про это давайте проверять добавляем добавляем биндинг для нашей кнопки randomize button property is enabled нам здесь также потребуется отрицание not boolean и биндим наше новое property rent in progress давайте все проверять кнопка задизейблена генерация теперь новая все работает как и задумано если мы перезагрузим сессию то генерация совершенно новая давайте что-нибудь создадим все работает супер в следующем видео добавим генерацию далее 3 будет поинтереснее изображение и по качественнее работу в jenkins я запускать сейчас не буду но давайте все равно проверим что наш проект упаковывается собирается для этого у нас имеется специальный бат файл package game запускаем и ждем и также ручками необходимо скопировать файл авторизации положить директорию AI museum запускаем исполняемый файл и проверяем функционал все у нас работает теперь на view модели и фактически из-за лени добавили фичу при которой чат gpt сам генерирует нам идеи для нашего музея такой вот урок получился надеюсь каждый узнал для себя что-то новое ссылка на репозиторий по традиции в описании к видео не забывайте ставить лайки это очень нужно особенно сейчас пишите ваши комментарии это также помогает продвижение видео увидимся совсем скоро всем пока 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 падает все и все все и все и все и